Мы сегодня с вами собрались на очень интересный бизнес-семинар с участием замечательной, гармоничной, яркой супружеской пары из города Киев. Вот они действительно отличаются от многих, потому что даже вот когда приехали в наш город, смогли изменить погоду. Вы обратили внимание, что сегодня утром был проливной дождь, было такое хмурое, пасмурное утро. И вот зная, что мы с вами собираемся, а ведь наша компания солнечная, и у нас всегда все ясно и безоблачно. И вот к этому они постарались, когда уже поезд проехал от Молтавы и начинал набирать ход в Харьковской области, погода резко изменилась. Потому что Сережа умеет медитировать, и он об этом потом расскажет. Итак, я хочу сказать, что это люди, которые реально показали, как достичь наивысшего ранга карьерной лестницы НСП. И смогли иметь на сегодняшний день многомиллионные обороты и доходы. И, конечно же, сегодня мы с вами услышим все, что они могут нам порекомендовать. Конечно. Их опыт уникальный. Представьте, за эти годы они постоянно помогают огромному количеству людей делать все новые и новые шаги навстречу успеху. Делятся своим опытом, своими практическими рекомендациями. И те, кто сегодня присутствуют в зале, я думаю, будут в восторге. Потому что это мероприятие, подарок судьбы и возможность действительно сделать серьезный шаг навстречу к успеху. Получить максимально эффективные, ценные и полезные знания. Мы их представляем с особой теплотой и гордостью, потому что они вышестоящие спонсоры не только для нас, а почти для четверти присутствующих в этом зале людей. Они имеют многочисленные структуры в разных городах Украины, СНГ и зарубежных странах. Но, тем не менее, мы рады, что и Харьков они не обошли стороной. Конечно. И нам очень приятно, что 12 лет знакомства мы их знаем не просто как замечательных наставников. За эти годы мы настолько с ними сдружились, что они, наверное, в текущий момент одни из самых близких наших друзей. Потому что те годы, что мы провели вместе, получали им поддержку, им все напустили, как раз это просто здорово. Почему мы останавливаемся именно на этом моменте, а не говорим о чем-то другом? Потому что вы знаете, что в нашей замечательной компании, где безупречная продукция и самый щедрый в мире маркетинг, самая главная ценность – это люди. И самое главное – это спонсорская поддержка. Вы согласны? Да. И вот как раз мы на своем обыде это прочувствовали сполна. Мы у Натальи Сергея Савченко во втором поколении. То есть, по сути, они для нас бабушка и дедушка. А есть в зале те, кто в жизни стал уже бабушкой и дедушкой? Есть? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к вашему внуку? С любовью. С любовью еще как? С числом, с пребетом. Бережно балуете? Бережно. Конечно. Так вот, я хочу вам сказать, что иногда баловство идет во вред. Иногда баловство во вред. И вот Наташа и Сережа, это зная, нас не баловали. Сережа – замечательный рыбак. И тем не менее, он нас не подкармливал вкусной рыбой. А вместе с Наташей давал нам удочку. И показывал, в каких местах водится хорошая рыба. И я хочу вам сказать, что действительно, вот наш успех, то, что мы стали десекторами-менеджерами, я хочу сказать вам, что любимая доля того, что вот они попались на нашу пути. Потому что часто бывают в жизни такие ситуации, когда ты хочешь, но колеблешься. У вас бывает такое? И вот у меня тоже было желание поменять свою жизнь к лучшему. Но нужно было именно толчок. И этим толчком явилась Наташа, возвратившись в Таиланда в 2002 году, в декабре месяце. И приехала в Харьков. И, конечно же, когда мы встретились, вопросы были в основном о продукции. Но какие вопросы могут быть у ассистентов? И когда, уже что можно было спросить, а когда будут вопросы по бизнесу? А их нет. А их нет вопросов. Затем, я помню, когда, будучи консультантом, я была на первом фестивале «Киевская весна» в марте 3-го года, то Наташа мне предложила остаться на лидерской директорской школе, за что я благодарна. Вот, казалось бы, я не лидер еще, но вот она смогла разглядеть и дать такой шанс. Ну и, конечно же, что было дальше? Это были и замечательные годы поддержки. Это вдохновение. Это были... Они настолько легкие на подъем, когда у нас появились регионы, Керчь особенно. И, в общем-то, мы помним строгость, когда говорили еще до Керчи, мы поедем покорять регион лидерами. Наташа говорит, научитесь работать в своем городе. Пыл хорошо охладила. Но когда уже лидерами-консультантами, мы сказали, мы едем в регион, вот она говорит, едьте, ребята, вы уже для этого созрели. Я вас верю, у вас все получится. И когда вот они с Сережей приехали в Керчь спустя 3 месяца, когда уже было 5 лидеров, то, конечно, нам было приятно, что вот именно их поддержка, их вдохновение вело нас вперед. Вот они для нас всегда как путеводная звезда. С ними всегда легко, комфортно. В поездках это вообще просто... Ну где мы только не побывали вместе? В Барселоне, в Хорватии, в Словакии, и в Египте, и в Иордании. Вот. И даже вот сейчас мы видели, как им приятно было в круизе по Дунаю, когда, вы знаете, клубное мыши достижений проходил в прошлом году там. Вот. И мы видели, что им приятно, что именно их структура тоже побывала на таком большом мероприятии. И сейчас... Я думаю, что все уже ждут с нетерпением, когда уже Виктория Михаила Белова представят таких ярких звезд и действительно узнать массу ценной и полезной информации. Это будет просто здорово. И давайте дружными аплодисментами поприветствуем наивысший вам компаний, членов Совета Дикторов, Савченко, Аталию и Сергея. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо, Ирина Миша, за такие теплые представления. Я же заслушалась, думаю, это все о нас. Да, вы знаете, надо чаще приезжать в Харьков, будем больше слушать. Дорогие харьковчане, харьковчанки, ну вы, конечно, круто устроились, я вам хочу сказать. Харьков Беллаз – это нечто. Как нам сказали, что сейчас вы вообще тут практически постоянно. Ну, ребята, Киев, можно сказать, нервно курит в сторонке. Потому что я действительно впечатлена, такой зал. И я знаю, что мы здесь не впервые, постоянно практически. Молодцы. Ну что, дорогие друзья, а поднимите руку, кто пришел зарабатывать деньги. А кто пришел зарабатывать много денег. А кто пришел заработать много денег и потом не работать. Но поднимают не все. А поднимите руки, кто еще ас, просто ас, ассистент. Есть такие у нас, господа? Это если вы только пришли, заключили соглашение. Отлично. А консультанты, те, кто в два раза быстрее думает, или быстрее соображает, или быстрее бегает. Хорошо. А менеджеры? Отлично. А лидеры, идущие впереди? Ага, побольше. Лидеры-ассистенты с представочкой? Ага. Лидеры-консультанты? Окей. Лидеры-менеджеры? Ну, директора. Мы вас знаем лицо. Но, в общем, поднимали руки не все. Поэтому давайте немножко вначале поработаем. Мы, конечно, уже, я так понимаю, мы не можем задерживаться. Держиваться, ну, минутку буквально. А вы знаете того человека, который сидит с вами рядом? Повернись к соседу. Справа-слева поздоровайтесь. Познакомьтесь. Скажите, как вас зовут? Как вас зовут? И, пожалуйста, отменяйтесь. Буквально 30 секунд. Основной запрос. Вопрос, запрос. С чем вы пришли? Что у вас тут есть? Что вы хотите услышать ответ на этот вопрос? Поговорите друг с другом. Буквально 30 секунд. С чем? С чем? С чем? С сунгой. С чем с сунгой? С сунгой. С чем? С-ка цель. С-ка цель. С-ка цель. Стоп. Стоп. Да, тоже цель, цель, цель. Грее. Я с чем? Господа, стоп. 30 секунд прошло. Господа, я понимаю, что очень знайте, если вы очень хотите еще поговорить, то вы, наверное, давно не общались. Наверное, стоит чаще делать домашние кружки. И у меня большая просьба сейчас, потому что, конечно, мы с Сережей продумали о том, о чем мы будем говорить, но если у вас есть какие-то запросы, вы просто можете их написать. Вот то, что если вы поговорили и какие-то, знаете, вот то, что, как вы думаете, будет интересно всем и только вам, пишите записки. Хорошо? Мы будем с Сережей выступать по очереди, будем меняться, и у меня будет время как раз их почитать и посмотреть. Потому что я люблю такое слово, я всегда это говорю, это действительно так. Я хочу быть полезной и эффективной, потому что за то короткое время, что у нас есть на двоих, уже меньше, а, полтора часа? Полтора часа уже осталось, да? Ага. То есть, ну, рассказать весь опыт работы за 18 лет, это, сами понимаете, это немножко сложно. Поэтому будем очень кратки. А поднимите руку, кто первый раз слышит наше выступление? Первый раз, кто слышит? Ага, больше половины зала. Три минуты истории. 18 лет назад я инженер по образованию, искала новых возможностей. Ну, вы видели в ролике, я немножко говорила, что, в принципе, я из обычной семьи. Что-то где-то, наверное, внутри меня сидело, что меня совершенно не устраивала та жизнь, которая была в конце 90-х. И действительно, мой муж, кандидат, наук, доцент, при Союзе были очень хорошие перспективы, были уже идеи о докторской, его руководитель видел его о будущем заведующем кафедры, даже были разговоры о зарубежных стажировках, даже какой-то словарь там уже в доме у нас появился. Но потом все куда-то исчезло. И кто помнит 90-е, поднимите руки, все казалось идти непонятно куда. Я работала на предприятии легкой промышленности. Последняя моя должность – замначальника технического отдела, комбината, на котором было 5000 сотрудников. Уволилась я сама, потому что в то время муж все-таки я настояла, и он перешел со своей любимой преподавательской работой работать на фирму. Ему после того, как его доход до цента был в эквиваленте 20 долларов, пообещали 700. Женщины, вы понимаете меня, сколько мне пришлось приложить усилий, чтобы он ушел? Но столько не платили. А я же решила, я буду сидеть дома, с женой богатого нового предпринимателя. Пару раз заплатили 300, а потом не платили вообще. Понятно, да? То есть и я, понимаете, у меня был красный диплом питерского вуза. Я не пошла писать диссертацию только потому, что я пошла в роддом после пятого курса. И вы представляете, с такой короной я пошла в бюро по трудоустройству. Думаете, было легко? Было нелегко. Есть такое выражение, все, что нас не ломает, делает нас сильнее. Знаете, да? А какое основное качество сетевика, который надо в себе выращивать? Как вы считаете, какое основное качество сетевика должно быть поднятой рукой? Я заставляю зал работать. Настойчивость. Ну, все похоже. Умение постоянно выходить из зоны комфорта. Меня жизнь заставляла это делать. То есть делать что-то непривычное, то, что ломает. Ломая себя, пока не сломают другие. Это было нелегко и непросто. В итоге я, как обычно, это делаю, закончила курсы бухгалтеров с отличием. Но я устроиться никуда не могла. И когда я однажды увидела объявление на столбе, и приятный женский голос куда-то позвал, и не спрашивал, какой у меня стаж, и сколько мне лет, и я совершенно ничего не поняла, о чем говорят на презентации, но мне так внутри, знаете, какое-то чувство, наша женская интуиция подсказала, что есть что-то такое, чего я еще не знаю. Но я очень хочу в этом разобраться. Выступала Ирина Мороз и говорила о чем-то таком, что если у вас есть нерешенные проблемы со здоровьем, и вы ходите по кругу, есть что-то такое натуральное, эффективное, безопасное, которое просто возвращает людям жизнь. Выступал презентацию, проводил Саша Скачев. И он тоже что-то говорил, такое непонятное. Я совершенно не поняла. Я честно, откровенно говорю, я две недели не подписывала соглашение, потому что я в тех отделе визировала серьезные договора на миллионы долларов, и я очень внимательно читала буквы законов. Есть у вас такие люди, кто внимательно читает, что на обороте контракта. Вот я была такая саму, да? Я не понимала, что такое статочный доход, и как я буду зарабатывать деньги, если я не буду продавать. Я не понимала. Но я вот это, знаете, вот не сразу у людей вот этот происходит щелчок, когда, ну скажите, часто так бывает, что приходит человек, о, да, вот я первая встреча, я все понял, остаточный доход, я не выскала всю жизнь, но такое бывает редко, правда? Вот я тоже так, но я ходила, я две недели ходила. Потом, когда я заключила соглашение, я не увидела в этом бизнесе, я пошла на очередную работу. Я не понимала, что такое остаточный доход, но я решила буду слушать лекции. Бывает такое, да? То есть я шла на работу, зацепилась за продукт, а осталась на отношения, потому что я видела другую жизнь, я видела другую жизнь, другие отношения. Ну, в жизни у меня только один был начальник, толковая женщина, но с остальными начальниками мне не очень было. А я человек очень, что мне делаю, как мне? Не, не, это мобильный. Это, а, мобильный. Да, кстати, если ваши телефоны не связаны напрямую с Министерством и Чевчачьей ситуации и с Кабмином, и с президентом, выключите, пожалуйста, у меня звук тоже надо выключить. Было очень нелегко, потому что, скажите мне, пожалуйста, когда так случается, что приходит к вам человек и говорит, мне деньги нужны сегодня, что вы ему говорите? Ну, что вы ему говорите? В общем, то что, я не слышала, что. Так сложилось, что я на работу, я приходила на домашние кружки, и я уже слышала, мы у Володи с Горбачевым во втором поколении, и я уже слышала те рассказы, я чуть-чуть, он нарисовал эту картинку другой жизни, и мне страшно захотелось, мне страшно захотелось другой жизни. Я точно знала, что, ну, не может быть, что все вокруг, что-то, в 90-е годы всех куда-то бросились торговать, продавать, а мы совершенно такие некоммерческие люди. Но внутренний голос мне говорил, ну, должна быть какая-то работа, ну, не может быть, что нет такого, что, может быть, даже не торгуя, а честно зарабатывать деньги и честно быть богатым человеком. Мне действительно этого хотелось. Я всегда мечтала о путешествиях, за что я зацепилась. Поэтому говорите новичкам, показывайте, слайды, сейчас же столько техники. Это тогда мы фотографии смотрели, да, с этих еще не цифровых фотоаппаратов. Мне всегда хотелось, чтобы моя работа была значимой и полезной большому количеству людей. И я действительно, у меня такой открытый характер, и мне действительно интересно было помогать людям. И вот эти две недели, когда я ходила, я все это услышала, почувствовала, увидела. Но когда я пошла на очередную работу, и в очередной раз через месяц мне пытались не заплатить зарплату, знаете, какой-то вот уже, наверное, появилась эта внутренняя гордость и понимание, что действительно, и в ролике я говорю об этом, отвечать в этой жизни мы должны взять ответственность на себя. И случилось так, что в статусе ассистента я сожгла все мосты, я не стала унижаться, искать следующую работу. Я пришла к Горбачеву и сказала, мне нужно 100 долларов. Он так улыбнулся, я говорю, здесь можно заработать 100 долларов? Ну, на то время я потом, как бы случайно увидела его чек, в августе 2006 у него был чек 1300 долларов. Ну, для меня это был космос, конечно, я хотела 100 долларов. Но не имея структуры, я начинала с того, что очень тяжело, я начинала с продаж. Поэтому сейчас, вот мы будем, я в первой части своего выступления буду говорить, первая часть это как бы опыт переживания тех кризисов, и мы уже не один пережили. Вторая часть моего выступления будет, это советы уже. По сегодняшнему дню сразу хочу сказать, сделай такой вывод, не надо бояться продаж. Если вы быстро хотите, чтобы вы, либо ваши люди стали профессионалами, начинайте с этого. Кто-то мне скажет, да, можно нарваться на налоговую. Ну, вы же не будете стоять на улице со столиком продавать. Вы все равно пойдете по каким-то рекомендациям. Вы знаете, у меня были дни, когда я за 10 минут зарабатывала 60 долларов, занимаясь продажами. При том, что зарплата мужа была 20. Значит, был очень непростой путь, но я хочу сказать, что при зарплате мужа 20 долларов, масло чайного дерева стоило 8 долларов. То есть мы могли купить, сколько флакончиков? Два с половиной. Сейчас средняя зарплата у людей сколько? 100-200 долларов, да? Ну, в среднем так. Меньше? Ну, масло чайного дерева стоит 14. То есть даже если на 75 вы можете купить, ну-ка, посчитайте, сколько, 5 штук больше. Понимаете? Это к тому, что дорого сейчас или нет. Тогда не было. Сейчас на телевидении помогает. Уже говорят об органическом питании. Говорят, понимаете, да, вообще какая у нас еда 20 лет. Извините, пищевая промышленность работает не по ГОСТам, а по техническим условиям. И вот у нас сейчас проходила в Киеве, проходили курсы инфекционологии. Наступает педиатр, доктор наук Матеряева. Она говорит, просто тотально идут. Я не знаю, как эта диагноз называется, когда у ребеночка в сердце там вот эти перегородочки не зарастают. Неполноценное питание. А на нашем белке через два месяца. Говорят, а вам не надо уже делать операцию. Вот и я отошла в сторону. Я хочу сказать, что все в нашей жизни происходит, когда с нами случаются какие-то осознания. Начав работу, вот так тяжело, сотрудничество с компанией, тем более предыдущей, был очень тяжелый маркетинг. Консультант получал 5%, надо было сделать товарооборот 1000 баллов. Личная закупка была 150 долларов. При доходе, может, 20. Понимаете? Я до человека в 500 долларов занималась продажами. И однажды, помню, стоим мы, ну, так тяжело было, решили, знаете, вот возьмем, купили участок, будем что-то выращивать. И стою я, как говорится, городская барышня, у меня даже бабушка городская, когда у нас зашла зеленое поле от травы и кое-где пробилась картошка. Стою я в этой жаре, чуть не плачу и говорю себе, Наташа, что ты здесь делаешь? Ты столько лет училась, у тебя красный диплом, у тебя муж, кандидат в наук, ты начала бизнес в такой компании. Да, это начало. За работой головой. И я себе поклялась. И после этого, вы знаете, я работала, ну, не знаю, наверное, 12 часов в день. И вот когда вот такие осознания случаются, вот что-то происходит. Со следующего месяца чек у меня был уже 100 долларов. Был второй момент, когда я хотела уйти из компании. Потому что все время надо было с предыдущей, все время надо было делать вот эти большие закупки. И каждый месяц надо было заниматься продажами. И чек все время был небольшой. И вы знаете, и не было складов, не было офисов. Продукцию привозили сумками с Москвы. Стейтменты у нас привозили там где-то, не знаю, там с месяцем, наверное, на воздание. Закрывались мы вручную. Закрытие месяца, рисовали вот такие простыни. Маму, два дня не трогайте никто. Я сидела с утра до вечера. Я, как сейчас помню, закрывала лидера. 36 человек в группе, 5 человек в Киеве привозят продукцию. Я должна была позвонить этим всем 36-ти, у кого они что купили. Позвонить этим пятерым нашим ребятам, корабельникам. Сверить, сколько баллов они переведут. Понимаете, да? Ну, товароборот был 2,5 тысячи баллов. 36 человек и 20 долларов зарплата мужа. Понимаете? Это я к тому, что сегодня, когда у нас, я не люблю слово кризис, переломный момент, эпоха перемен. Ну, согласитесь, все меняется в мире, в стране, в жизни, и мы часть этого. Работать надо так, как в первый день. И уважаемым директорам тоже, как в первый день. И всем очень много лидеров в этом зале. Как будто у вас нет этого. Ни чека, ни структуры. Нет, конечно, мы работаем со структурой, об этом мы поговорим. Но надо просто вспомнить это. Все начинается с наших осознаний. Вы согласны с этим? Все начинается с головы, с нашего мышления. Потому что есть мышление, вы знаете, скажем так, позиция ребенка. Это взрослый человек может быть. Как мы можем понять, в какой позиции человек? Он мыслит категориями. Хочу, хочу курс 8. Дай мне что-то. Ну, как детки, да? А если нет, губки надулись и обиделись. Есть такие у нас подкрытия? Есть такие. Есть позиция родителя. Как родитель говорит? Должен, обязан, да? А что, кто-то обязан кому-то в этой жизни? Нет. Нет. А есть какая позиция? Есть позиция взрослого. Какой основной месседж? Как общаются взрослые люди? Давай договоримся. Правильно? И давай работать с тем, что есть. В какой позиции необходимо быть, если вы хотите развиваться? Просто спросите каждый себя. А в какой позиции я? Тебе передавайте слово, я почему-то. Я сейчас передам слово Сереже. Он тоже вспомнит, что со своей историей. И продолжим дальше. Чтобы вы не устали. Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, коллеги. За вот эти годы работы в сетевом у нас выработались определенные правила. И вот есть правило не разговаривать о политике, не говорить о религии, не говорить о спорте. Понимаете почему, да? Потому что могут в одной команде, в одной сетевой группе быть люди с разными политическими взглядами, разных религиозных конфессий, болельщики разных клубов. И они начнут спорить, ругаться, это разрушит наш бизнес. Когда мы были на Титле в последний раз, я вот назвал эти три позиции, а из зала женские голоса. И о сексе нельзя говорить. Я до сих пор не понимаю, почему нельзя говорить о сексе. Они мне не объяснили, я добивался. Мне все время казалось, что секс объединяет людей. То есть вы так тоже считаете, да? Хочу вам рассказать статью из американской газеты 30-х годов. Значит, когда там была депрессия, кризис, рецессия, по-всякому называлась. И вот стат. управления выдала информацию о том, что одна компания, которой руководит итальянец, развивается и процветает, набирает обороты. Все журналисты кинулись туда, начали задавать вопросы, как у вас получается, а это был итальянец, он производил и продавал вино. Как у вас получается, вот везде кризис, а у вас такие успехи. Он на них смотрит, а какой кризис? Ну как, во всех газетах написано, кризис, кризис, кризис. Он извиняясь говорит, вы знаете, я недавно приехал из Италии, вот, мне трудно говорить по-английски, а читать я вообще не умею. Я просто не знал, что у нас кризис. Мы начали работать в сетевой компании, в другой сетевой компании. Работали там два с половиной года. Построили на то время хорошую структуру, которая уже приносила чек для 90-х годов, чек 500 долларов, это были большие деньги. И вот, спустя два с половиной года, Россия явила дефолт, это сказалось и на Украине, курс доллара вырос в три раза. Курс доллара в три раза, и вот эта первая компания, она работала в кредит, она продала продукцию по одному курсу, ей нужно было купить доллары, но уже невозможно было при таком курсе купить доллары, и она обыкнулась. Это была американская компания, компания посредник. Компания посредник, и нам перестали платить чеки. Продукция еще оставалась на складах, но мы понимали, что продукции скоро не будет, чеков нет, и мы перешли в режим экономии. Ну, конечно, такой разумной экономии, в связи с этим анекдот. Старый еврей умирает, лежит на кровати и спрашивает, жена, ты здесь? Да, дорогой, я здесь. А дети здесь? Да, папа, мы здесь. А внуки здесь? Да, дедушка, мы здесь. Все здесь? Все здесь. А почему на кухне свет не выключили? Экономный был дедушка. Вот. И в этой ситуации, какие наши были действия? Мы уже, мы пришли на результат. Многие из нашей команды и параллельные метки пришли на результат, и мы понимали, что без, как сейчас говорят, диетических добавок, когда были БАДы, мы уже не сможем жить. Мы должны их покупать, мы должны употреблять в той или иной компании. Надо было просто найти лучшую компанию. И мы по-прежнему проводили занятия, семинары, собрания. Мы общались. Мы не сидели у телевизора, не читали газеты, мы приходили и общались. Общались, строили планы, мечтали. Приехал наш спонсор, Владимир Горбачев. Он тогда работал в Харькове в основном, работал в Белоруссии, приезжал в Киев. И он нам начал рассказывать о своих мечтах. Он рассказывал, в какие страны мы поедем, какие чеки у нас будут, где мы будем покупать недвижимость. Верилось с трудом, потому что ситуация была, я уверен, хуже, чем сейчас. Потому что перспектив мы не видели, компании не было, компания уходила. Ну, мне хотелось путешествовать, мне хотелось чеков хороших. Ну, недвижимость, я решил, это уже слишком. Прошло какое-то время, и Володя Горбачев себе купил большую виллу на Кипре, в которую он верил, о которой мечтал. Мы за эти годы очень много путешествовали, у нас реально выросли чеки. Вот, то есть мы тогда учились мечтать. Что мы делали тогда еще? Проводили лекции врачей. Вот, в принципе, на лекциях врачей наша структура выросла, это было начало. И сейчас, вот вы знаете, в Киеве проходит, сегодня уже закончился, курсы нутрициологии. Вот, это я считаю, очень важно, лекции врачей, так что слушайте. И, кстати, можно скачать эти все лекции, я вам потом покажу, на каком сайте они уже выложены. В это время, когда нам не платили уже третий месяц чеки, кстати, наш директор-консультант, наша Кума, мы уже тогда много психологических тренингов прошли, она рассказывает, ходила по дому и повторяла, я богатая, я счастливая, у меня будет все хорошо, хотя у нее не было ни копейки денег, муж ее забрал все деньги и уехал на заработки. Она не знала, где взять деньги для еды, накормить детей. Ее сын Виталик подходит к ней, 12-летний, слушал, слушал, говорит, мама, с тобой все в порядке? Вот, она все в порядке, это медитации, и она действительно намедитировала, прошло время, и нам заплатили чеки. И как это произошло? Наши спонсоры, вышестоящие первые номера, поехали в Америку по приглашению компании банкротов. Это была компания американская, вот, и как бы у них были свои обязательства. Наши топ-лидеры приехали в Америку, и им предложили на выбор три лучшие компании США. Это были и производители, и сетевые компании. Не посредники, а производители. Они проехались по всем компаниям и выбрали компанию NSP. Компания NSP согласилась приехать на Украину, в Россию, я помню, как нас собирали в зале, они увидели большие залы, нас собралось в зал, ну, в бывший музей Ленина, там было человек 700-600, да? Вот, и они приняли решение работать. Вот эти все наши структуры, все наши усилия были переданы в компанию NSP, и все наши структуры сохранились, и нам за три месяца выплатили чеки. И мы резко разбогатели в один момент. И компания NSP с этого момента начала работать. Это был период кризиса, когда доллар вырос в три раза. И были люди, которые как бы не выдержали, слабовольные, которые начали, вот был у нас лидер крупный из Москвы, она создала свою компанию. У нее чек был, вот в предыдущей компании, самый большой, 25 тысяч долларов. В 90-е годы это можно было купить две-трехкомнатные квартиры. Вот. Она решила создать свою компанию. Мне рассказывали, что видели ее с большими сумками на вокзале. Прошло 3-4 месяца, компания NSP укоренилась, начали расти товарообороты, и она пришла проситься обратно. Ну и, естественно, не приняли. Ну и это был показатель того, что создавать собственную компанию, чтобы создавать собственную компанию, нужно было очень много вкладывать денег. Но у нас была уверенность в том, что мы будем заниматься ванами, будем заниматься сетевым маркетингом. И мы работали в новой компании. Мы сохранили свои структуры и сохранили их благодаря тому, что в период кризиса, вот когда была вот эта нестабильность, мы все время общались с нашими дистрибьюторами и клиентами. Мы все время им звонили. У нас были распечатки, мы видели, кто делал какие товарообороты, мы поддерживали людей, и в такие моменты им это нужно. Они сейчас может сидят у телевизора, может у них депрессия, а вы посмотрите в свои распечатки, в свои чеки, посмотрите, кто из ваших людей хорошо потреблял продукцию, легче работать с этими людьми, которые уже получили результат. Позвоните им, найдите любой повод, расскажите о акциях. На сайте компании сейчас много акций, и наверняка они вас услышат, наверняка они придут в зал, наверняка они придут на какое-то собрание, и вы таким образом сохраните свою структуру, потому что пройдет несколько месяцев, как это было уже не раз, когда курс стабилизируется, наши соотечественники, украинцы, они рачительные, они быстро сейчас все перевели в доллар, и сидят ждут стабильности. Как только начнется стабильность, я в этом уверен, они опять будут покупать нашу продукцию. И у нас есть этому примеры, когда курс был 40, помните, да, в феврале, наши лидеры, которые работают через сайты, у них товарообороты увеличились, было 2000, стало 3000, люди хотят покупать продукцию, люди имеют деньги. Когда мне говорят, у людей нет денег, мы едем на занятия каждый вторник в Киеве, пробка максимальная, машины дорогущие, народу полно, у всех есть деньги, они их придержали, потому что хотят дождаться какой-то стабильности, и вот в этой ситуации нужно сохранить структуру. Следующий эпизод моей истории это 2004 год, это помаранчевая революция, у нас офис и зал был по обе стороны Майдана, вернее это площадь, Майдан, да, Майдан, в доме писателей это Банковая 1, у нас проходили занятия на Банковая 2, президент, там баррикады, мы переходим через баррикады, спускаемся на площадь, переходим через эти баррикады, идем в офис на Михайловскую и работаем и в эти дни, в эти месяцы у нас тоже товарооборот рос, потому что приехало очень много людей и наши дистрибьюторы общались с этими людьми, приглашали их, проводили собеседование, очень удобно, все на площади, сюда 100 метров прошел, занятия, сюда 100 метров собеседовали, и тут же склад. Эпидемия это вообще для нас благо. Вы помните сколько там было эпидемий, я уже не помню. Склады выгребали, товарообороты росли многократно, то есть политические кризисы, эпидемии нам не страшны. Ну, у нас есть небольшие проблемы при скачках курса долларов, но я всегда говорю, нам чеки начисляют в долларах, выплачивают гривни, если доллар растет, нам это выгодно, мы гривни получаем больше чек. 2008 год, уже экономический кризис, небольшой скачок, когда мы думали это большой, это оказался небольшой, 60 процентов, товарооборот упал, чек гривни вырос, и тоже появились люди, которые начали раздумывать, у людей нет денег, по такой цене не купят. Вот у нас был достаточно крупный лидер, она решила искать работу, хотя у нее была структура работающая, она прекратила заниматься первой линией, пошла искать работу, но за чеком приходила ежемесячно, потому что ее структура работала и развивалась, она упустила вот это время, решив, что как бы этот кризис остановит ее бизнес в НСП, она упустила это время, она до сих пор получает чек 200 или 300 долларов, но теряет уже тысячу, потому что она вот это время упустила, она не поработала с людьми, и она не может достать глубину, понятно, да? Ну вот это эпизоды, эпизоды такие, которые связаны с сегодняшней ситуацией, и теперь я хочу немного показать фотографии, светлого потушения, фотографии, это клуб высших достижений, который проходил Клуб высших достижений проходил в круизе по Дунаю, вот видите ВИТА, Миша с дипломом за самый лучший товарооборот, вернее рост, ну нам тоже дали процентный рост, и вот Тамара Герасимова получила тоже диплом по максимальному товарообороту. Здесь много фотографий, я хочу сказать, это был первый, вот такой, первое мероприятие, где принимали участие американские дистрибьюторы. Американские дистрибьюторы, мы плыли на двух кораблях, где было по 150 пассажиров, и вот на нашем корабле были дистрибьюторы со всех стран, а на соседнем корабле было 150 лидеров, менеджеров и ЧСД, вот это мы пьем за прозу, и ЧСД американских. Вот, мы с ними знакомились, ну по мере возможности с переводчиком или на нашем слабом английском, мы с ними общались и мы им задавали вопросы, почему вы в компании NSP, кстати там были уже дистрибьюторы, которые начинали в 70-х годах, они уже в возрасте, они приехали со своими детьми и некоторые с внуками, и услышали один и тот же ответ от всех, это потому, что продукция компании NSP самая качественная на рынке США, ну они работают на рынках США, хотя есть ветки и в Латинской Америке и в Европе, и я хочу сказать о том, что благодаря качеству продукции, благодаря ее эффективности компания развивается, растет и переживает все кризисы, и на нашем рынке вы уже понимаете, что продукция тоже очень востребована, очень эффективна и у нас уже очень много клиентов, я когда смотрю распечатку свою, то уже через наши структуры прошли десятки тысяч клиентов, это люди, которые уже получили результат, это люди, которые имеют большие кумулятивы, они не закрыли лидера, но есть в структуре дистрибьюторы, у которых 10, 12 и даже 13 тысяч товарооборота, в наших структурах есть авторитетные, будем говорить, люди, не называя фамилий, нашей продукции пользуется один из президентов, ну, то, о чем я знаю, то, что в нашей структуре, председатель Верховного Совета, есть спортсмены выдающиеся, их родители, то есть об этой продукции знают очень многие, если в 90-х годах, когда был скачок, у нас были небольшие структуры, то сейчас потребителей очень много, кто работает через интернет, вы знаете, у нас несколько, ну, достаточно 5 или 6 человек работают через интернет, постоянно есть потребители продукции, и продукция востребована, по любой цене, и люди будут покупать продукцию, и я считаю, что качество продукции, это залог нашего успеха, это наши гарантии, гарантии нашего бизнеса, гарантии того, что наш бизнес будет существовать, потому что продукцию будут покупать, альтернативы сейчас нет, сейчас намного дешевле вложить в профилактику своего здоровья, чем заниматься лечением. Ну, и сейчас я хочу передать слово человеку, который по градации или по классификации людей относится к манифесторам. Таких людей очень мало, их всего 10%, но это те люди, которые меняют мир к лучшему, это те люди, к которым тянутся деньги и кто с такими людьми общается, будет богатым и успешным. Саша и у вас нравится. И муж чего-то тут так разговорился. Мама, да, любимый город. Написали первую записку, это сколько людей у нас в зале? 300. 300. И я просила каждого с одним поговорить и одну на трех записку. Я ждала 150. Есть первая. я обязательно отвечу на нее. То, что говорил Сережа. А вообще как происходит развитие в жизни, не только в нашем бизнесе? Как идет развитие? В спирале. Согласны? То есть мы как бы делаем витки, но мы делаем выше этот виток, правильно? То есть да, кризисы идут и вы знаете этот не последний переломный момент в нашей жизни, но мы выходим на другой уровень. А в чем же этот другой уровень? Давайте с вами разберем. Чем мы вот сегодняшнее время перемен отличаемся от тех времени перемен 98 года, 2004, 2008, еще каких-то микро времен перемен. Вы знаете, как было тогда тяжело, что люди вообще не знали, что такое МАДы? Не знали. Это было ругательное слово. Сейчас у нас что есть? У нас есть, скажите мне, пожалуйста, когда вы встречаете людей, я не давно слышала в НСП, но никогда никто не скажет, что плохой продукт. Так? Да, у кого-то что-то не получилось, но не получилось в основном по той причине, что люди мало делают действий. Потому что в нашем бизнесе надо, в любом бизнесе надо вкладывать усилия, время и немножко денег. денег у нас это чисто символически по сравнению с каким-то традиционным бизнесом, вы понимаете, да? Купить продукт для себя, поехать на школу, объявить какой-то промоушен и так далее. То есть это небольшие деньги. Значит, у нас есть какое главное конкурентное преимущество, которое осталось у нас и останется во все времена. Какое главное конкурентное преимущество в НСП? беспрецедентное качество, которое дает высокую эффективность, то есть результаты. Я понимаю, когда мне говорят, что люди получают там, вот я месяца два сидела каждый день в офисе на приеме людей. И когда приходят, вы знаете, можно книгу было написать. Я очень люблю людей, люблю поговорить и я люблю задавать вопросы и за 10 минут, когда человек хочет на работу, он расскажет вам все. и как не получают даже зарплату в 2,5 тысячи гривен по полгода, причем человек пришел работающий в гостинице, которая переполнена. Вот это для меня загадка. Я, конечно, понимаю, когда говорят, что вы знаете, пенсионер сейчас только получает, он не может купить. А я вам скажу так, останутся и пойдут с нами люди те, кто разделяет наши ценности. Да, пенсионерка может купить меньше, но она соберет какие-то свои денежки, она договорится со своей соседкой, с кумой, не знаю, там, с партнером и купит, баночки, но она уже знает, что это помогает, это эффективно, это безвредно. А все, а все, что касается особенно детей, маленьких, беременных, но я просто под впечатлением от курсов нутрициологии, что просто действительно спасаются жизни, просто спасаются жизни. Поэтому я знаю, что у вас замечательно проходят занятия в Харькове, на которых ваши спонсоры, директора делают детальный сравнительный анализ с аптечными продуктами. А скажите, а вы работаете уже с программой алгоритм реабилитации ЖКТ? Да. А кто работает? Поднимите руки. Ну, мало еще. Во вторник в Киеве поздравляли лидера, молодого лидера глубоко пенсионного возраста. Женщина живет даже не в Киеве, живет в Барисполе. Она закрыла лидера на программе алгоритм реабилитации. Они собрали с своей командой таких же глубоко пенсионеров, сели, спросили у своих знакомых, а сколько стоит попасть в больницу? А сколько стоит, так говорят, не меньше десяти капельниц надо? А сколько это стоит? А как долго потом лечить этот дисбактериоз и так далее? То есть сели, все разложили по полочкам и оказалось, что купить программу даже в глубоко пенсионном возрасте за 100 долларов, чтобы, извините, не загреметь в больницу, это выгодно. Это 110 долларов на три месяца, это 33 доллара на месяц, это, извините, доллар и сколько-то там, 20 центов в день, чтобы сохранить здоровье. Потом глубоко пенсионеры включили бизнес-составляющие, что, если это тебе надо, у тебя что, нет пятерых соседок и знакомых, есть, им тоже это надо, а это твои 500 баллов, это ты становишься консультантом. И на третий месяц у них было 12 человек, которые купили эту программу. И человек в глубоко пенсионном возрасте закрыл лидера. И она просто счастлива, потому что ее чек в компании в три раза выше, чем ее пенсия. Скажите, это что, нельзя мне дать в Харькове? Честно говоря, мы планировали принести флайера, у вас есть флайера на эту программу? В Киеве все размилили. Поэтому, я не знаю, звоните представительство, честно говоря, вот в пятницу мы дотянули, тоже так были заняты. Прекрасные есть флайера по алгоритму реабилитации. Помните закон, основной закон сетевика, работай с тем, что есть и двигайся, развивайся дальше. Давайте поговорим дальше. Какой сегодня основной тренд, слово тренд, понятно? Какой сегодня основной тренд сетевого бизнеса? Как вы считаете? Что сегодня модно, актуально, эффективно? Профессионал. Совершенно первые люди знают. Профессионал. Профессионалист. Уже как 20 лет, 18 лет назад у нас самое лучшее не пройдет. Изучайте материальную часть, как говорится. Делайте скрупулезный анализ. Сравнивайте. Насколько подорожали препараты? Там препараты в аптеках. Какова эффективность? Есть в интернете куча роликов. Мы стараемся записывать, что-то выкладываем на наш блок. Просим выступить фармацевтов, люди, которые там работают, пьют продукцию НСП. Не говоря о том, что 60 или 80 процентов фальсификаторов, не говоря о том, что какие-то наполнители, даже если что-то есть немножко натурального, не проходит по ни по цене, ни по качеству, ни по составу. Понимаете? Это и есть ваш профессионализм. Следующий момент. Конечно, времена меняются. Если 18 лет назад у нас, знаете, даже не было мобильных телефонов, и мы не знали, что такое интернет. Если Сережа вечерами, ночами, но мало времени, ему некогда рассказывать, было всю свою историю, как он красивый, красочно рассказывает, что все или плачут, или смеются, и на 100 листовок звонило 25 звонков. И приходило 10-15 человек. Да, такое было. Я, когда не знала, что с ними делать, садила потом, примерно, в таком зале, в конце зала, кружком, и опять что-то говорила. Нет, чтобы дать анкетки, собрать телефон и сказать, мы им перезвоним. Ну, вот, понимаете, как? Это был такой уровень профессионализма, но мы идем дальше и учимся. Куда сейчас перешли рекламы со столбов в интернет? А поднимите руку, кто вообще хоть иногда заходит в интернет? Вот держите руки и посмотрите вот вокруг, повернитесь глазами, посмотрите. Ну, сами это процент плохо. Поднимите руку у тебя подсадят тогда, в основном. Ну, девяносто, наверное, девять. Ребята, мы идем туда ловить рыбу, где она есть. Люди пошли в интернет, и мы что делаем? Идем в интернет. Но услышьте меня правильно. Это не значит, что мы ушли в подполье под названием интернет и все забросили. Я не буду говорить, в каком городе. Мне звонят, говорят, в городе ничего не происходит. А спонсор в интернете. Ни здоровья, ни презентации, ни домашних кружков. Вот так делать точно не надо, чтобы не говорили преглосавчика и сказала все идем в интернет. Вот почему сейчас надо много работать с головой? Потому что мы не оставляем тех методов оффлайн вживую, но мы подключаем методы онлайн. Для этого тоже надо время. Я на двух курсах. Я тоже как бы менее 17 лет. Если я была пользователем в интернете, давать рекламу. А вот кстати, кто работает в интернете в сале? Поднимите руку. А как вы работаете в интернете? Что вы там делаете? Отдаем рекламу, что еще? А кто пошел обучаться Горбачеву как работать на фейсбуке? Катастрофа. Был тут вопрос записки. А кто вообще об этом знает, что Владимир Горбачев за 2000 евро обучился у лучших специалистов Европы и бесплатно приглашает вас обучаться, а вы сидите. Так, записываем. Первое. Зарегистрироваться на фейсбуке. Если вы не 17-летняя девушка, посадить внука, сына, соседа, прийти в интернет-клуб, заплатить 3 копеечки и попросить вас там зарегистрировать. Написать обязательно, что вы работаете в НСП, потому что следующий шаг зайти в Горбачеву в друзья. Если у вас не будет написано, что вы работаете в НСП, он вас не примет. У Володи Горбачева есть на страничке два ролика на его стене найдете там, послушаете их, выполните задание, пришлете куда надо и что надо, открыть фан-страничку и вы будете приняты в группу обучения на Фейсбуке. Уже группы набраны. Значит, набраны группы, я знаю, закрытые, а есть открытая группа. Не надо, я все в курсе. Турбо, я знаю, есть закрытая группа, куда вы попадете в следующий раз. Ну что, понимаете, первокласснику в институте делать нечего. Вы должны идти степ-бай-степ. Вот вы сейчас забор построили. Я Володю недавно спрашивала, все в порядке. Выполните, вы поняли, что сделать? Ребята, но это не за счет того, что вы перестали проводить кружки или приходить в зал. Вы понимаете? Да, сейчас надо, извините, быстрее бегать и лапками перебирать быстрее. На такое время сидеть нельзя. Вы знаете, какой девиз компании был в прошлом году? Вот компания каждый год объявляет какой-то такой месседж, такое послание, что в этом году компания хочет, чтобы мы услышали? Информ, меняйтесь. Ну там два смысла, но одно из них меняйтесь. А помните, я вначале говорила, что какое основное качество сетевика? Тут же вы все подняли руки, что хотите больших денег. Большие деньги, особенно поработать и потом немножко расслабиться, это у человека, который действительно сетевик профессионал. Зачем выходить из зоны комфорта? Как вы считаете? Зачем меняться? Зачем? А вот быть успешным и меняться, как-то чуть-чуть свяжите это. Какой-то причинно-следственную связь можете найти? что-то наличие поэзии. Ну, хорошо, не буду вас мучить. Дело в том, что когда вы будете создавать свою команду, ну, вы же не на аркане или цепями за собой людей поведете, ведь правильно? Есть такое понятие, как сила влияния. Вы будете свою структуру строить на силе влияния. Так вот, сила влияния прямо пропорциональна количеству выходов ваших выходов из зоны комфорта. Сейчас я переведу на русский язык. Для тех, кто в танке. Скажите мне, пожалуйста, когда вы первый раз провели встречу и когда вы 131 раз провели встречу, разница есть? Ваша сила влияния увеличилась. Вы понимаете? А когда вы все 15 лет проводите только один метод работы, вы влиятель человек для своей структуры? Конечно, мы не можем объять не объять и уметь и знать все, но стремиться к этому надо. Но к вопросу о том, что когда можно расслабляться, когда нельзя расслабляться, анекдот. сидит ворона высоко на дереве и ничего не делает. Прыгает мимо зайчик, увидел такую картину и спрашивает, госпожа ворона, можно я тоже посижу так же, как вы и ничего не буду делать? Да ради бога, отвечает ворона. Бежит мимо леса, увидела зайчика, который присел около дерева и съела зайчика. Вывод какой? Чтобы сидеть и ничего не делать, надо сидеть очень высоко. Так, что у меня со временем? Сереж, тебя еще оставляют? Да. Тут уже на вопросы все время. Ага, тут уже на вопросы, хорошо. Ну, давайте поговорим по таким еще моментам. в связи с этим временем перемен в Киеве мы собрались, объединились, все директора Киева и стали проводить то, что не делали уже какое-то время, года полтора, наверное, мы стали проводить городские еженедельные бизнес-семинары. Это мне очень нравится. Мы полчаса, у нас распределено каждый вторник, отвечает определенный директор, мы разработали четкий алгоритм, что в команде должен быть единое требование, единый алгоритм. Полчаса выступающий говорит, как он продвигает продукт, то есть там поминутно расписано, что он там 8-10 минут рассказывает свою историю, затем как он продвигает продукт, следующий выступающий этого директора рассказывает, как он продвигает бизнес, какой у него алгоритм, причем директора собираются и мы обсуждаем, чтобы не было одинаково, чтобы было разнообразие. И третий выступающий полчаса это обычно либо директор, либо лидер-менеджер, либо лидер-консультант, мой алгоритм ведения бизнеса, история успеха и так далее. Что мы еще делаем? То есть мы, задача наша какая? Как у птицы два крыла, так и мы должны с одной стороны поддержать существующие структуры. Вот то, что Сережа говорил, позвонить, пригласить. Люди сейчас не так легко приходят, поверьте, в Киеве очень сложно собрать людей, но на подарки люди приходят. Подумайте, какие подарки, какие, может быть, небольшие, символические потребители, за какие-то небольшие, пусть успехи, но в бизнесе партнера. Мы стали делать такие, вспомнили про женские клубы, то есть раз в месяц мы приглашаем какого-то интересного человека. Ну, что интересно женщинам? То есть это может быть и какой-то стилист, это может быть какой-то психолог, это может быть наш доктор, который расскажет только о женском, взаимоотношения мужчин-женщин. Ну, жизнь это не только наш бизнес, правильно? Мы приглашаем кто-то там сыграть на гитаре, мы делаем солстики, там какие-то легкие угощения, у нас билет стоит 50 гривен. Вы знаете, вместо двух часов женщины сидят четыре часа. И нельзя никого, как говорится, не хотят уходить. Что еще? Ну, кто работает со школой правильного питания, вы же работаете. Значит, мы придумали, чтобы люди длиннее, дольше были с нами, школа красоты. То есть, конечно, с двух школ. Мы набираем на одну школу, с двух школ питания, на одну школу красоты. То есть разбили это темы, все, что нужно знать. Там строение кожи, уход. Ну, конечно, это тоже стоимость чуть даже дороже, чем школа питания. И мы за это время так сдруживаемся, что у нас уже на школе красоты уже все наедают уже на консультанта. То есть это такая работа с потребителями. Но я думаю, что вы подводите итоги, какие-то же квартальные мероприятия делаете. То есть, чтобы люди знали, что где-то есть тепло. Где их ждут, даже если они не такие очень активные и, так сказать, бурно развиваются. Это, чтобы поддержать структуру. Но, конечно, сейчас самый главный фокус должен быть на подписании новичков. Ну, и мы с вами уже говорили о том, что надо все-таки, опять вспоминая, мы идем не по кругу, а у нас спираль. Помните, да? Мы выходим на новый виток. И игнорировать то, что сейчас все уходят в интернет, это просто глупо. Как сказал Стив Джобс, если вы не присутствуете в интернете, вы ушли из бизнеса. Ну, я знаю, что у нас некоторые, я тоже такая была, согласна, приходят в интернет, регистрируются в соцсетях и начинают кликать понравившиеся высказывания. Вот сидят и кликают. Я это вижу, как это идет, лента новостей за вечер просто убегает. Запомните такую фразу, либо, когда вы находитесь в интернете, либо вы зарабатываете деньги, либо зарабатывают на вас. Очень внимательно относитесь к тому, что там все так интересно, как заходишь. Что я хочу сказать. Мы обычно рассказываем то, что мы уже внедрили, получили результат. Я долго думала, говорить вам или нет о том, допустим, чему я учусь, я еще не могу поделиться результатом. Но я решила, что будет нечестно, если я вам скажу. Я не случайно спросила, как вы работаете в интернете. Первый простой шаг, мы начинаем использовать интернет, бесплатные доски объявлений. Если кто-то работает так, поднимите руку. А сколько звонков в день у вас? Значит, сразу отвечу, потому что я протестировала этот метод. Когда у вас будет объявление на 30 досках, либо на 5 досках в 5 разделах, тогда у вас будет 20-30 звонков в день. У нас в Киеве доходят спортсмены до 60, но это тяжело, больше 30 звонков я устаю. У меня же еще другие звонки. У тебя будут еще, да? Я вам лучше, где ответ на вопросы. Давай я вам договорю, а потом ответ на вопросы. Так, о чем вы говорили? Это самый простой первый путь. Вот Сережа говорил, 5-6 человек у нас работают в интернете. Он имел в виду, что люди сделали свои сайты. Есть такие люди. Есть, начинали на бесплатных площадках, что-то заработали, какие-то выполнили промышленные, оказывается, я даже не помню, там мы что-то выплачиваем, а потом делают такие сайты серьезные. Но вы знаете, это когда мы ищем людей. Лично я уже в той ситуации, я не хочу искать кого-то, я хочу, чтобы искали меня. Есть такое понятие создание своего бренда в интернете. Вы знаете, что это такое? Ну, вот как раз, если вы пойдете учиться на Facebook Горбачеву, вы пойдете, вот как раз это будут первые ступеньки ваши в направлении как раз создания своего бренда в интернете. Что это такое? Если вы уже поработали какое-то время, вы можете быть даже, не обязательно, даже лидером. То есть, когда вам уже есть что сказать, вы не молчите, и вы это транслируете через интернет. Это создание своих блогов, это открытие своего канала на YouTube. Это все бесплатно. Но принцип какой? Вы даете немного ценного контента, то есть ценную информацию бесплатно, а потом приглашаете куда-то, и что-то человеку предлагаете. Но идеальный вариант, это собрать людей на какой-то ваш взглян, либо пригласить на мероприятие в режиме вот реального времени. У нас многие девочки работают так с молодыми мамами, сделали страничку в социальных сетях, есть приглашают на школу правильное питание, тоже через страничку в социальных сетях. Я просто предлагаю вам, каждому задать себе вопрос. Мы же все в сетевой бизнесе, правильно? И ключевое слово здесь бизнес. Мы помним это, да? Вы как бизнесмен, какие деньги в свое развитие обучения вкладываете? Что в этом месяце вы заплатили? Где вы учитесь? Хотя я говорю, почему можно учиться бесплатно? Понимаете, да? Вот задавайте себе эти вопросы, потому что самая главная позиция у бизнесмена какая? Это позиция инвестора. Понимаете? Не потребительская позиция, да, я не хочу, а позиция инвестора, что я вложил в этот бизнес. Я так понимаю, что у нас много вопросов, да? Ну, есть вопросы. Если у вас будет вопрос, как остаться в зоне комфорта, то это ко мне. Ну, копыки из ДОДОНа. Я могу сходу ответить. Сходу не надо. Вот такой основательный вопрос. Основательный вопрос, значит, подскажите, пожалуйста, как парировать сетевикам другой компании, которые при собеседовании показывают стоимость своих продуктов, делают акцент на том, что цены практически не поднялись у них, вот, а в НСП как бы цены поднялись. Ну, что касается цен, я задавал эти вопросы многим сетевикам других компаний, я спрашивал, почему у вас цены не поднялись? Вот, и называл им несколько причин, да? Ну, прежде всего расскажу о нашей компании. Вот мы общались с Владимиром Бреховым, и он сказал, что прибыль компании 5, максимум 7 процентов. 5-7 процентов, а на зубной пасте вообще нет прибыли. Этот продукт как бы продвигается как рекламный продукт. Понимаете? И если курс доллара растет, то снизить цену можно только за счет чека, да, за счет выплаты в сеть. Так вот, за счет чего можно сохранить цены и не повышать курс? Это снижение выплаты в сеть. Если у нас 48 процентов выплаты в сеть, да, то, допустим, снижение цены на 40 процентов приведет к тому, что выплаты в сеть уменьшатся на 40 процентов. Не 48 там будет, а сколько остается? 26, да? А если в тех компаниях, тут три компании названы, я точно знаю, у них выплата в сеть 24 процента. Вот, если у них курс сохраняется там 14, 12, это где-то 50 процентов от текущего курса, то у них выплаты снижаются практически до нуля. Второй путь – это снижение качества продукции, а проще говоря, подделки, да, вот, по народу. Многие, некоторые из названных компаний являются посредниками. Вот, я не знаю, успею показать презентацию или нет, презентация Линды Хавон, она показывает продукты, которые вы можете, ну, знать уже, видеть в других компаниях, и эти продукты производятся на стороне, то есть компания посредник. Где-то производятся, они покупают и продают. И вот в этой ситуации, когда производитель не контролирует конечный процесс продажи, возможны подделки. И я могу, в этом случае я говорю, я могу ваш продукт найти у нас на Демеевке или у вас на Салтовке еще дешевле, вот, потому что это может быть подделка. Третий пункт, это сильно завышенные цены. Да, когда дешевенький продукт продают в 10, 15, 20 раз дороже. Это скрытая пирамида. Это скрытая пирамида, мы это уже проходили, когда продается какой-то прибор, он стоит на родине 1 доллар, а его продают за 200 долларов, или там 10 долларов, а за 200 продают. Это сверхприбыль, это скрытая пирамида. Ну и компания Последник, это третий. То есть мне еще ни один сетевик не смог объяснить, за счет чего вот удерживается курс. Либо это отечественный продукт, либо это подделка, либо в сеть ничего не выплачивается. Спросили, где занятия в Киеве проходят. По вторникам в 18.30 гостиница «Турист» метро «Левобережная». А стоимость билетов? Ну там бесплатно. Лидеры платят, если приезжает лидер, то там мы уже договариваемся. А что и я, это билет не выплачивается? Метро «Левобережная». Выход из заднего вагона налево. Ну там один выход. И сразу вы видите гостиницу «Турист». На первом этаже конференц-зал. Нужно пройти через ресторан быстрого питания. Раньше это был вести бюллер, вот этого конференц-зала. А там сейчас ресторан быстрого питания. И заходите в 18.30, заходите в гостиницу туристов. Это по вторникам, да? Конференц-зал. Вторник, 18.30. Просят назвать имена вот этих высокопоставленных людей, которые пользуются нашей продукцией. На камеру, тем более, назвать не могу. Но лично видел, как с телохранителями, два телохранителя, Мерседес, джип за ним, заходит в крупный бизнес-вен, к нам на семерку, покупает большую сумку продукции и уходит. И я вижу эту фамилию в распечатках. То есть, поверьте мне на слово, что есть в нашей, в моей, ну, с Наташей структуре, один президент, один премьер-министр, несколько крупных бизнес-венов, один градоначальник, будем так говорить. И могу одну фамилию назвать, кто пользуется продукцией. Мы были в Белоруссии, и нам рассказала историю врач. Она пригласила на собеседование сантехника. Вот. Сантехник увидел наши баночки и говорит, «А я их уже видел. Я чинил сантехнику у президента Лукашенко, и у него там стоят вот эти банки». Так что Лукашенко точно. Ну и еще показывают, я видел лично, показывают трансляцию из Верховного Совета, да, и выхватывают у депутатов, кто чем занимается, у кого какие часы, знаете вот это. И крупным планом показывают нашу диагностику, и депутат сидит, изучает свою диагностику, которую видно на Михайловском шоу. Шоу. Да. Людей отпугивает слова «сетевой маркетинг», «бады» и так далее. Но есть две возможности пригласить человека в нашу компанию. Это через бизнес и через продукты. Через бизнес лучше приглашать людей, уже имеющих опыт работы в компании. многоуровневых, их термин «сетевой маркетинг» не испугает, ну, можете говорить «многоуровневый маркетинг». Термин «бады» я не использую. Если вы возьмете сертификат на складе, посмотрите, да, то там биологически активные добавки термина нет уже. Там есть термин «диетические добавки к рациону питания». И на украинском «диетические добавки к рациону питания». Я говорю, у нас не «бады», у нас «ддрханы». То есть сокращенно «диетические добавки к рациону питания». Ну, вот лично мы пришли через продукт, да, мы пришли на лекции врачей, мы покупали продукт, мы заинтересовались и потом нам объяснили, как этот продукт получать дешевле, как этот продукт получать бесплатно и как получать продукт и зарабатывать деньги, не открывая кошелька. Вот. Ну и наш козырь – это качество. Качество продукции. Я буквально хочу на двух, на трех слайдах остановиться. Я для этого ехал в Харьков. Я всем вот эту презентацию показываю. А, я самое главное не сказал. Нам в годы кризисов помогал позитивный настрой. Все, кто начинает нести негатив, мы просили либо удалиться, либо не нести негатив. Только позитивный настрой. Смотрите позитивные передачи, не смотрите новости, потому что у журналистов есть прием. Чем больше негатива они льют, тем выше рейтинг у передачи. Так устроен наш народ – смотреть негатив. Они говорят больше, чем есть на самом деле. И вот мы занимаемся мероприятием, которое будет 16-го, лидерское 17-го фестиваль в Харькове. И мы пошли в компанию, которая… Киев. Киев. А, нет, что это? Киев. В Харькове. Значит, в 16-м году в Харькове. Уже как раз все стабилизируется. И мы зашли на фирму, где на стенах большими буквами афирмации, позитив, юмор, смех, все такие веселые. Они только что приехали в Синьки, где-то там медитировали. Вы знаете, я оттуда вышел совсем другим человеком. Пообщаться с позитивными людьми, услышать хорошую информацию, такую позитивную, это очень важно. Это настраивает на позитив, на хорошие мысли. И мы вас всех приглашаем 16-го, 17-го мая в Киев. И мы привезли билеты. Да, и у нас есть билеты на реализацию, мы взяли. Вы получите хороший настрой, вы получите позитив, и вы получите рывок в своем бизнесе. Ну и теперь по качеству. Вот, кстати, мы просили привезти к нам в гости Линду Хаммер, которая президент по качеству в компании. И вот эта презентация 12-го года, она была в Киеве, нам показывала презентацию. Вот продукты, которые продвигаются сетевыми компаниями, но они не производятся этими сетевыми компаниями. Сетевые компании посредники. Посредники. И они не могут гарантировать качество. И сам производитель, ну, никак не может гарантировать, да и не хочет. Ему не нужно гарантировать качество. В нашей компании все наоборот. Компания оформила сертификаты на себя и гарантирует качество. Производство. Вот это 9 лабораторий, опытное производство. Это все под контролем компании. И сейчас новую лабораторию открыли в компании, которая будет проводить клинические испытания. И вот этот сертификат NSFI, он выдается NSF. Выдается организацией Food Drug Administration тем компаниям, у которых есть GMP и GLP. Еще GMP это хорошая производственная практика, а GLP это хорошая лабораторная практика. Вот. И думающие люди, разумные люди, когда вы их приглашаете, новые, они это должны понимать. Сейчас в интернете все можно увидеть. Трудно выбрать качественную добавку, просто купив ее или поверив на слово. Изучите материальную часть, посмотрите в интернете. И если вам говорят, сейчас можно любой сертификат напечатать, да? В этом человеку скажите, а вы сможете вот это свое высказывание опубликовать в печать? Если в этом уверены. И вы тогда нарветесь на хорошие судебные иски. Вот Линда Хамон, она лично ездит по всем плантациям, по всему миру и отбирает качественное сырье. Ну и здесь она показывает сравнение наших продуктов. В частности, заброза опережает на пять позиций всех конкурентов. GMP показывает, что в некоторых... Ну, компания А активных веществ вообще нет. В этой компании на таком уровне. А вот активные вещества в нашем продукте. Сок, но не сравнение. Ну, 300 компаний были в США оштрафованы за некачественный продукт именно вот организации FDA. Кардицепс, только что. Был вот оборудование. Я сам писал диссертацию на стыке химии органической и неорганической. И мне вот эти установки знакомы. В Советском Союзе такого не было. Компания каждые два года обновляет оборудование. Так вот этот прибор позволяет определить одну каплю в 20 бассейнах олимпийских. Представляете? То есть, если один атом радиоактивного вещества попадет, она определит. Если один атом свинца или ртути попадет в сырье, прибор определяет. И качество, лучшие формулы, современное производство, внимание к деталям, сырье высочайшего качества, тестирование, тестирование и еще раз тестирование. Вот это наше преимущество. И, пожалуйста, используйте их. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Правильно? Да. А очень простой... А что? Правильная постановка целей. Неправильная постановка... Близко. Так вы не отлучите, вы все знаете. Дело в том, что это очень легко и просто. Нам некомфортно выходить из зоны комфорта, потому что у нас нет причины оттуда выходить. Понимаете? Когда ваша причина больше, чем вот это состояние комфорта, вы встанете и пойдете. Когда я начинала, и мне не за что было купить сапоги зимние ребенку, мне было фиолетово, то, что про меня подумали. Я выходила и продавала, и заходила, у меня не было денег купить продукции на складе. Но я, когда на занятиях сидела, я записывала каждое слово, я записывала каждый результат и рассказывала их как свои. Но чтобы мне не было денег пока купить, самой попробовать. Все первые продукты покупали только дети. Потому что я хотела... У меня была огромная причина. Вот здесь, к сожалению, нет доски, но всегда мотивация и причина что-то делать должна быть выше той преграды, которая стоит перед вами. Вот и все. Ищите причину. Чего вы хотите? С этого начинается бизнес. 80% успеха – это ответ на вопрос, зачем и почему я это делаю. Не только 20% – как? Вы понимаете, когда приходят люди и говорят, а как, а как? А давайте поговорим, зачем вам это надо. Я ответила на ваш вопрос? Да. Следующий вопрос. Как работать с новичками? Я пришлю Виты и Миши, а вы уже зашлете директорам Харькова кратко тезис на презентацию первой встречи. Какая самая главная ошибка? Когда я прихожу в офис и прохожу, ну, одну семенку, кто знает, там много столиков, люди сидят, беседуют. 99% новичков делает одну ошибку. Они при первой встрече начинают говорить о чем? О компании. Это вы, называется, спрятались за компанию, за продукт, за маркетинг. О чем надо говорить с человеком? Человек, вот представьте себя на месте этого новичка. Он пришел, особенно мы, если дали работу, мы что-то предлагаем, бизнес, сотрудничество, дополнительный доход, какую-то работу еще, мы, словами, написали. Человеку вообще, ему есть какое-то дело, что за замечательная компания? Нет. Ему абсолютно это все равно. С чего мы должны начинать? Мы должны начинать с того, чтобы поговорить с человеком, с этим. Если эти люди, человек, который, ну, я вот не работаю с молодежью, честно скажу, у меня как-то не сложилось совсем с молодежью, я люблю больше уже после 35. Естественно, я беседую с человеком, кроме того, что обязательно анкета, расскажите о себе. То есть я заставляю, чтобы человек рассказал, какие были работы, почему он их менял, сокращение, либо он уходил, что он искал. То есть моя задача, как минимум, выяснить и понять, кто передо мной. Вообще, в принципе, интересен мне этот человек или нет. Следующий момент. Вы знаете, у нас же люди иногда, вот это причинно-следственность, не работает. Там как бы человек не особый профессионал, а когда в анкете у нас обязательно есть пункт, предполагаемый, последний доход на прежнем месте, и что вы хотите здесь. Иногда у людей это не стыкуется. Это так очевидно. То есть следующая моя задача – показать ему, вообще, что он представляет, какую ценность, в кавычках, он на рынке. И в зависимости от того, кто передо мной, в принципе, как бы у меня даже разговор был такой, ну вы как-то на себя со стороны посмотрите. Какую ценность вообще представляете? На что вы рассчитываете? Как у нас говорят… Ну ладно, не буду этого выражения. Понимаете, да? То есть это вежливо-корректно. Но она человеку показать. Вот. Ну я не буду сейчас пересказывать за дефицитом временем как бы тезис, но я это все пришлю, это никакой не секрет. У нас очень активно работает на холодном рынке структура Несевчука Анатолия. То есть там такие, просто вот им памятник надо поставить, его лидеры такие труженики, такой у них поток людей идет постоянно. То есть, ну, ребят, если не лениться, все работает, все действует. Самое главное, что? Я вот рассказывала свою историю, думаю, у вас тоже есть такие примеры, ваши личные, не моментально люди включаются. Это просто невероятно сложно за 30-40 минут показать всю масштаб бизнеса. И этого и не надо. То есть наша основная задача это вот такие, знаете, фильтры. То есть после первой встречи кто придет на вторую и так далее. То есть у вас должно быть так организовано, что после первой встречи вы знаете, куда пригласить на вторую. Лучше всего после первой такой вот, ну, 30-40 максимум минут презентации сделать небольшой перерыв. Если вы работаете в команде, у вас несколько человек, сказать, а для тех, кого действительно интересуют деньги, куда берутся деньги, мы поговорим через 5 минут. То есть, чтобы это было корректно и вежливо. Я не знаю, если вы работаете, вот я тут спрашивала, Николай, если в зале работаете, чтобы это не было хождение во время презентации, чтобы человек мог встать и красиво уйти, а вы уже работаете с теми, кто хочет. Насильно мы никого не держим. Следующий момент, что я рекомендую, чтобы все-таки у вас было так организовано, вот почему надо вот в такие периоды момента объединяться, чтобы была такой вот, знаете, набор, такая мозаика, куда пригласить человека. То есть бизнес лучше показать. И если я знаю, что у меня во вторник встреча, и вторая встреча тоже во вторник, вечером, ну, в зал нежелательно, я вот как бы не рекомендую, надо постепенно, если я лично встречаюсь, то следующая встреча лучше на домашнем кружке. То есть чуть больше людей, но еще небольшой зал. В Киеве как-то так, знаете, большой зал, он, ну, есть понятие теплоты. То есть легче теплоту создать в маленькой атмосфере, правильно? Услышать все страхи, сомнения. А когда большой зал, он немножко все-таки, вот у вас очень теплый зал, хоть и большой. То есть пришли люди такие, чувствуется, вам это надобится. Вот. Следующий момент, если вы работаете там с косметикой, либо со школой питания, придите, пригласите, если придите, пригласите человека и скажите, приходите, посмотрите на вот эту встречу как на один из проектов. Ну, вы знаете, ну, просто ленивый, не согласится, не прийти, где ему сделать замеры на тоните. То есть это интересно. То есть ваша задача создать такую интригу. Вы придете и поверьте, вы знаете, в Америке стоит вот такой замер на тоните с расшифровкой, знаете, сколько стоит в Америке? 300 долларов. Чтобы вы знали. Вот вы можете так и говорить. Я бы телевизору это слышала. Да. Замер на тоните с расшифровкой специалиста, а если вы работаете, то вы специалисты. И у нас специалисты, это такие специалисты. Представляете? Вот так и скажите, вы знаете, а у нас акции, у нас американская компания, в Америке 300 долларов, а мы его бесплатно сделаем, 9 жизненно важных показателей, его знаете, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и сколько лет вашему сердцу, да? Ваш метаболический возраст. Я ответила на ваш вопрос, как работал с новичками? Работаю, подпись через интернет, это Сергей Петрович, у нас специалист, если надо ответить. По Европе пока мы не можем там работать, кроме Польши. Это не от нас зависит. Польша, Прибалтика, да, поэтому Европа пока ссорит. Сережа передает слово. Подпись через интернет. Вам нужно зарегистрироваться на сайте NSP25.ru. Так, выбрать справа вверху настройки и выбрать ВИП-обслуживание, оно пока бесплатно. Если оно станет платным и будет для вас дорого, вы сможете отписаться. И вот в этом ВИП-обслуживании вы увидите окна. Там сменить электронный адрес рассылки, заказать распечатку, заказать полную распечатку или фулл. И в самом низу будет ваша реферальная ссылка. Если вы эту ссылку копируете, пересылаете человеку, а, это технически. Я имел в виду подпись через... Вы имели в виду, что подпись через интернет? Как технически? Я рассказываю, как технически. Вот эту реферальную ссылку скопировали и отправили. Если человек на нее щелкает, он сразу заходит на сайт подписания, и там все ваши данные введены уже. Ваш ID, ваша фамилия, компания это видит. Единственное, что нужно указать, это сервисный центр. Если этот человек живет на Украине, это 333-й сервисный центр. Если живет в России, это 300-й сервисный центр. Подписание на международном рынке это NSP Global. NSP Global. И я в визитке своей планирую поставить именно этот сайт. На этом сайте можно перейти во все, на все рынки, через там иконку свяжитесь с нами. Но вы сначала должны, если вы хотите спонсировать на других странах, там зарегистрироваться, чтобы вы появились на сайте международного спонсирования. И тогда отправляете человеку номер в свой компьютер, в свою страну. Он заходит на этот сайт, щелкает свяжитесь с нами, и выпадают все страны, где можно спонсировать. И заходит на сайт США, подписывается, его спрашивают, откуда информация. Информация от украинского дистрибьютора, там даже фамилии не надо, номер и страна. Ну вот мы проводили домашний кружок в прошлую среду, да? И на курсах по нутрициологии обучается женщина из Винницы, она поехала к знакомым в США с рукавичкой и с тестом аналитическим. Вот она подписывала своих знакомых просто по телефону. Они знают английский, они звонят в компанию, говорят, я хочу зарегистрироваться. Информацию мне дал украинский дистрибьютор, российский, потому что там секретари не знают такую страну Украины. Вот. Ну у них РУ стоит везде. Россия, номер. И они по телефону зарегистрировали, приняли заказ и прислали, она еще была там, уже получили заказ, все по почте, там это налажено. Будьте добры, отметьте, пожалуйста, условия подписания по интернету соглашения 30 пивей обязательны? В течение месяца, да. Если, какой у нас сейчас месяц? Апрель. Апрель. Если вы подписали сегодня или завтра, подписывайте человеку. Двух. 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 И то в следующий. В мае. Я уже месяц забываю. В зоне комфорта засиделся. То в мае надо сделать 30 пивей. Вот в календарном месяце, в том или в этом 30 пивей. Если в конце месяца подписали, то лучше, конечно, в следующем. Вот записка. Записка. Что делать, если люди говорят, нужны деньги сегодня? Мы отвечаем, вам надо искать работу. Вы пришли в нашу компанию, где можно построить бизнес. Если вам нужны деньги сегодня, идите, как у нас на одной презентации сказали, все, что нужно охранять, уже охраняется. Все, что нужно убирать, уже убирается. Все, что нужно мыть, уже моется. За полторы тысячи гривен. Вот. Я предлагаю вам показывать промоушен Inspire. Он есть на сайте Nader.ru. Вот. Там, ну, левая часть этого промоушена. Подписывайте трех человек, они делают 30 очков, вы делаете 30 очков, а на следующий месяц все это повторяется. И вот на сайте NSP25 вы можете видеть распечатку подробную, кто что выполнил. И кто, ну, тут все структуры Горбачева, да? Горбачев Владимир рассылал, и у него есть на сайте Lider.ru. Какие чеки и какие подарки человек получает, выполняя эту программу. Так вот, для людей, которые работают, вот эта программа очень подходит. На 12-й месяц человек выходит на чек в 360 долларов и подарок на международную медицинскую школу 700 долларов. К нам пришел бизнесмен и говорит, а мне через год 300 долларов мало. А сколько вы хотите? хотя бы 1000 долларов. Тогда надо вам все умножить на 3. Подписывать 9 человек каждый месяц, каждый должен делать 30 очков, не менее, и так должно повторяться каждый раз. То есть, люди, если вы зовете их на работу, они подразумевают, что это нужно либо охранять, либо убирать, либо мыть. а вы должны делать уклон на бизнес. Это вы работаете на перспективу. Если вы пойдете охранять, то вы будете охранять всю жизнь за полторы тысячи. Здесь вы можете охраняя построить структуру, которая через год вам даст дополнительно 300 долларов. Сколько это в гривне будет? 7,5 тысяч, да? Вот. А если вы будете работать еще активнее, вы получите еще больше. от чего зависит развитие ваших структур? Как вы считаете? Вот поднимите руки, кто спонсор в саде. Неважно, в каком статусе. О, смотрите, как вас много. Как вы считаете? Вот поднятая рука, ответ. От чего зависит развитие ваших структур? От спонсирования. От спонсирования кого, чего? Вас, ими. Как я развиваю? Не занимаюсь. От моего развития. Есть такое выражение, правильно, ну, кто сидит в первом ряду, как-то мышц есть такое выражение, когда поднимается вода, поднимаются и лодки. Есть ли спонсор в комфортной зоне? Конечно, если вы подписываете людей сильнее вас, они будут работать вне зависимости от того, как вы и что вы. Если, вы знаете, я иногда смеюсь, говорю, Володя Горбачев очень правильно сделал, что я полно-кипор. То есть, если вы хотите ничего не делать, пусть хотя бы структура этого не видит. Хотя, Володя Горбачев нельзя сказать, что не делает. Я иногда, вот, когда какие-то мероприятия мы организовывали в Киеве под его руководством, такое впечатление, что он сутками работает. То есть, вот представьте себе, вот каждый из вас подумайте, вот у вас вилла на Кипре, что бы вы делали? Сделали. Вот честно, поднимите руку, кто бы работал дальше. Да никто бы. Раз, два, три. Ну, слушайте, Харьков, мне больше все нравится. Я хочу сказать, что это очень важно, когда спонсор демонстрирует, что во время перелома, во время вот таких вот непростых времен, он не просто не стоит на месте, он не просто организовывает мероприятия существующей структуры, а он идет дальше. Он обучается, он внедряет новые технологии ведения бизнеса, он в тренде, он в актуальных вопросах, понимаете? Какие вы такая структура? Ребята, ничего такого удивительного нет. Я еще хочу проговорить немножко и пригласить вас еще дополнить то, что говорил Сереже про 16-17 мая. Ну, скажу честно, без ложной скромности, я нахально написала Брайанту и попросила американцев провести у нас отдельный день рождения. На что Брайант сказал, это невозможно, мы общий рынок, проводите сами, мы приедем в гости. Мы сказали, хорошо, окей, мы проведем. Влезли в это дело, и я хочу сказать, что действительно, вот то, что Сережа сказал, мы наняли фирму профессиональную, которая занимается крупными событиями. Это действительно, ребята, скажем так, вот новое поколение. Это, такого праздника у нас еще не было. Уже то, как мы готовим, уже то, что мы видим, уже вот это говорит о многом. И я хочу сказать, что каждый из вас, начиная с ранга лидера, те, кто приедут в Киев, выйдут на сцену. А кто хочет, чтобы его рукоприскал полутора тысячный зал? Поднимите руку. А кто хочет, чтобы на ваших людей работала сумасшедшая энергетика полутора тысячного зала? Поднимите руку. Понимаете? У нас будут гости очень интересные. У нас будет первый директор из Польши, Мара Пербылович, сетевик. Ну, человек, который вынесли за год, вышел на чек. Ну, я не знаю его чека, но судя по товарообороту, это примерно 7-8 тысяч долларов за год. Ребята. За месяц. Это чек в месяц, на него он вышел за год. Это хороший результат. Это суперрезультат. И в его структуре уже тоже закрылся директор. Это за год. У нас будет автор, выступатель... Вопрос по Польше. Я вклиниюсь. Хорошо. Как передепонировать дистрибьютора, уехавшего жить в Польшу? Сайт Неспиглова. Все, что касается международных передвижений, спонсирования, там есть бланк смены места жительства. Верхняя часть, старое место жительства ID-фамилия и нижняя часть новое место жительства. Но если человек уже живет в Польше, лучше передать этот бланк заполненный в представительство. В польское адрес представительства есть на сайте. Сайт есть на НСП-блогу. Или отсканировать и отправить туда. Точно так же и вам ответить. У нас будет автор как раз вот этой программы об этом реабилитации ЖКТ. И у нас будет выступать директор Смоляка Андрей. Вы знаете, в Белоруссии не успевает поставлять вот эти наборы реабилитации ЖКТ. И будет выступать Андрей, в которой в структуре или ежемесячно, или же квартально проводится праздник признания именно тех, кто уже квалифицировался по этой программе. То есть люди будут рассказывать, как они работают. У нас будет Брайан, у нас будет или Линда, или там приняли еще какого-то доктора. То есть это действительно будет замечательный праздник. У нас будет небольшой концерт, естественно, будет выступать победитель первого голоса краины Наталья Печкур, по-моему, правильно имя назвала. То есть это действительно будет два дня прекрасного мероприятия. И мы, славяне, нам нужна мотивация с Богом. Вы согласны? Планироваться, да. Когда вы услышите, когда у кого-то что-то получается, у вас внутри появится вот этот вот, не знаю, чизвячок или жаба, который вам скажет. Но, а чем я хуже? Ну, почему он может, а я не могу. Вы знаете, наше развитие, оно не происходит вот так плавно. Оно происходит скачкообразно. А как, а где происходят эти скачки? Вот эти изменения мышления, о чем мы говорим. Новое мышление. Где оно происходит? Но сидя в зоне комфорта на кухне, оно не происходит. Сидя в обычной, в своей привычной работе, даже ежедневных действиях, оно происходит именно на таких мероприятиях, где, понимаете, вот эта сконцентрирована энергия, и она дойдет вот этот замечательный и шикарный, как мы говорим, бенгель. Да? Вот я лично продукт лидерских школ. Когда мне скажут, почему такой высокий уровень мотивации? Да я плюс ты время езжу. Я как начала в компанию пришла, я еще не зарабатывала, но я уже ездила. Мы информацию воспринимаем, вот то, что мы сегодня говорим с вами, только 7-10% на осознанном магическом уровне. Все остальное это подсознание. Понимаете? то есть эмоционально, невербально, несловесно. Понимаете? И вот эти мероприятия, они важны. То есть на полгода вам хватит этого заряда. Есть еще вопросы? Ответы? Я хочу сказать, да, мы как раз уже уложились по времени. Вы знаете, мы, когда вот такие переломные моменты наступают, мы вообще все в одной подводной лодке. Вы согласны с этим? Что такое наша подводная лодка? С одной стороны, мы все ценим, любим и сотрудничаем с компанией НСПИ. Но мы и в одной подводной лодке под названием сетевой маркетинг. Правильно? И я думаю, что каждый из вас, кто серьезно относится к сетевому бизнесу, кто уже внутри него, а не со стороны, внутри, вам не безразлично, я думаю, надеюсь, как выглядят, как позиционируют себя, что говорят, о лидерах компании НСПИ. Это так? Я надеюсь, что это так. Вы знаете, есть такая притча об одном фермере, который занимался выращиванием кукурузы. И когда он ехал закупать новые сорта кукурузы, я не сельскохозяйственный товарищ, вот я как бы прочитала об этом, и я думаю, что это правда. Он покупал новый сорт кукурузы не только себе, но и соседям. А зачем? Он сказал, она там как-то так опыляется, вот я не хочу, чтобы на моем поле была не сортовая кукуруза. Понимаете? К чему я это говорю? Мудро. Давайте будем, вот да, вот мудро, в первом ряду говорят, давайте будем, вот сегодня немножко говорили о сетевиках, мудрыми. Ни с кем не ссориться, не говорить, что у них что-то плохо, а просто дружить, если вы хотите работать с сетевиками, просто дружить и, как говорит Вита, ждать, когда им станет там плохо. И напоследок я хочу вам подарить такую картинку. Ага, где будет проходить мероприятие в Киеве, а в Ровары, значит, это 15 минут от конечной станции метро Лесная. Цена билета на два дня 230 гривен, для лидера-менеджера 250 и 280 для директора. Место торгово-развлекательный центр-терминал. Это 15 минут идет маршрутка от Лесной до терминала. Бровары это город-спутник Киева. Заканчивается Киев и начинается через 20 метров Бровары. Проехаться по Бровараму. Маршрутки ходят каждые 15 минут. Значит, есть рассылка, пожалуйста, директора, доведите. Подробно расписано, билеты у нас с собой есть. Если кто хочет, в конце можете подойти. Есть телефоны, как оплатить. Только 1% надо платить, тогда они 230, а 232 гривны 30 копеек, если вы переводите на карточку, там 1% снимается. То есть все расписано. Есть хостелы четырехместные. Сказать волшебное слово NSP вам забронирует по телефону хостел. То есть все подробно расписано. Я не буду тратить на это время. Хорошо? Подождите секундочку еще. Я хочу еще заключительное... Присядьте. Я хочу еще вам... В нашем бизнесе очень важно... Понимаете, у нас так устроено... А как вы считаете, что самый главный тормоз у нас? У каждого есть... В чем тормоз его? Время. А где она живет, эта лень? В голове. Самый главный либо тормоз, либо наше развитие, это наше подсознание. Подсознание это то, что, знаете, как от животного мира нам досталось, то, что мы чувствуем на уровне инстинктов. Это наш внутренний голос, может быть. Почему говорят позитивное мышление, что нельзя говорить в негативе? Потому что это как бы мы говорим себе, и когда мы вот так говорим, мы закладываем программу для самого подсознания. Уже бежала мысль, и мысль убежала. Правильно, все, картинку. Так вот, очень простой совет, рецепт, он очень простой. Чтобы разбудить наше подсознание, с ним надо говорить, как с трехлетним ребенком. С трехлетним ребенком говорят как? Просто. Образами, картинками ему не пишут сочинения, ему дают картинки. Поэтому очень важно, чтобы вы в своем бизнесе, кроме мотивации, причины, почему я это хочу, то есть наш бизнес движет мотивация и алгоритмы. Мотивация почему, алгоритм это как? Так вот, для вот это пробуждения своего подсознания рисуйте картинки. Когда мы приходим, нам говорят, сделай калаш 4, правильно? Ну картинки должны быть все время сопровождать нас. Вот я не хочу это делать, но я выйду в зоне комфорта и буду делать потому, что и рисуйте себе картинку. Чего вы хотите, какой вы хотите результат. Я хочу вам подарить одну из своих картинок. У меня их очень много. мне не жалко. Пойдет какое-то время и мы с Сережей будем готовить очередное наше ежеквартальное или годовое мероприятие. Но мы будем искать не зал под Киевом и даже не гостиницу где-то на Кипре или в Турции, а мы будем искать место на экзотических островах. И добраться туда можно будет только на частном самолете. И кто-то прилетит туда, может быть из Харькова, из вашего райского гнездышка, может быть со своей виллы с Италией, может быть не знаю со своего домика или квартирки в Париже. И мы обязательно будем встречать нашу молодежь, потому что очень многие передадут уже свои чеки по наследству. И кто-то будет говорить по-амглийски, у нас будет обязательно переводчик, потому что приедут партнеры с международных рынков. И эта молодежь будет с удивлением слушать, как мы будем вспоминать, а помните, как было тяжело в 2015-2014 году, как это было давно и как было непросто. Но потом мы немножко так посмеемся, и нам будет смешно те наши переживания. Потом молодежь поделится своим новым методом работы, оказывается им так надоел интернет, что они открыли новый метод работы домашней кружки, а оказывается мы им скажем, что это старый и немножко забытый вами, друзья, метод работы. И мы обязательно будем поздравлять лучших, и мы посмотрим видео Брайанта, который как всегда скажет, как я вас люблю, и мечтайте о будущем с уверенностью. И я вам всем этого желаю. Ребята, я не могу так вас оставить, но я хочу научить вас хлопать. Можно? Встаем. На три минутки, ой, три секунды закрыть можно глаза и вспомнить свою самую желанную цель. То, ради чего вы в дождь пришли сюда. То, ради чего вы еще делаете что-то и будете делать. Буквально на три секунды. Потом вот эту цель и желание достичь вы должны вложить в силу своего удара, а в конце мы должны выбросить руку вперед и прокричать кто хочет ЧСД, те прокричат ЧСД. Я думаю все. Итак, двойка двойка буквально кричку по-моему я вообще не слышала только поле услышала. Женщины вас 99% где ваш ЧСД высоким голосом? Что никто не хочет ЧСД? Хватит ЧСД! Хватит ЧСД! Мы очень Сережа наш город спасибо вам за такой откровенный разговор по-домашнему сегодня правда? То есть не такой казенный семинар а приятный по-домашнему все что хотели мы получили ответы на все вопросы спасибо за вдохновение за хорошую мотивацию и конечно спасибо от всего Харькова за приезд за важные слова и поскольку вы любите очень Харьков поэтому чтобы чаще каждый день напоминали мы о вас наоборот чтобы вы о нас вспоминали чаще чтобы наоборот чаще приезжать поэтому вам напоминание о Харькове и на даче и квартире нас на камине уже нет места тарелкам будем на стенку вешать конечно и пить из этой чашки ничего не могу на камине поэтому как раз напоминание о Харькове я думаю оставили достаточно чтобы Наталья и Сергей баловали своим приездом хотя бы раз в квартал хотите мы объявим с тобой будете выполнять будем приезжать а нам так и надо спасибо большое куточку никто не уходит никто не уходит сюрпризы продолжаются у нас во-первых сегодня в зале присутствует именинник лидер компании лидер спонсора по совместительству маму Николенко Еленов Мика Консультанов Добрый день очень волнуюсь ну вот так случилось что в 5 утра сегодня 27 лет назад родился вот этот замечательный парень и ну такой сюрприз который сегодня устроили нам на день рождения это вообще просто сказка поэтому буду очень кратко Стас я хочу тебя поздравить и пожелать пожелать яркой красивой очень солнечной жизни в гармонии с собой в гармонии с окружающей и с чувством собственного достоинства дойти до ранга члена совета директоров тем более что мне как спонсору это тем более выгодно активная потребительница продукции НСП студентка Харьковской консерватории преподаватель музыкальной школы Анна Исиченко Встречайся АПЛОДИСМЕНТ san АПЛОДИСМЕНТ dot com СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ